Есть в японском языке словосочетание кору-кору, означает кубарем, кувырком, колесом. В современном языке это словосочетание трансформировалось в основное понятие японской культуры, ко-кору, что значит сердце, душа. Меня зовут Коля Коровин, по-японски звучит как кора-кора, чувствуете? И вот сегодня мы, наша программа отправляется в Японию, в Токио, но еду я туда не один, а со своим другом, комментатором нашей программы, Олегом Ларионовым, сенсеем Олегом Ларионовым. Слово Олег, между прочим, по-японски звучит как орегу, чувствуете? Тоже схожесть. Итак, наша кора-кора отправляется в Японию. Перед тем, как полететь в Японию, мы созвонились и списались со многими ведущими японскими организациями карадет, такие как GKA, SKIV, GKS, NSKF. Будем надеяться, что у нас все получится. Удачного нам полета и удачного вам просмотра нашей программы. Ну вот, все документы собраны, таможня дает добро, и мы уже на борту. Десять часов полета, две чашки крепкого кофе, три просмотренных кинофильма, и страна восходящего солнца встречает нас потрясающим неземным, в прямом смысле этого слова, рассветом. Щепечущий голос, приглашающий вас в эту волшебную страну, иероглифы, движущийся тротуар. Все говорит о том, что наша кора-кора с Олегом Ларионовым оказалась в стране восходящего солнца. Мы продолжаем кубарем катиться по этой стране. Welcome to Japan. Первое, что бросается в глаза в аэропорту Норита, это тишина, стерильная чистота, отсутствие толпы людей и удивительная приспособленность для пассажиров. Удобно все. Выбор правильного направления, передвижение, получение багажа, ну, в общем, все. И вот уже экспресс Норита, Токио Стейшн, чит нас по-древней и в то же время суперсовременной земле Японии. Откровенно говоря, когда чешешь через Токио на машине со скоростью 120, а то и 140 км в час, по скоростным трассам город производит впечатление этакого индустриального монстра с огромными зданиями и коробками концернов-гигантов. Другое дело по железной дороге или, как у нас говорят, на электричке. Правда, сравнение с нашими прокуренными и заплеванными вагонами, с бесконечно нудящими продавцами пива, авторучек, просроченных батареек, ну, явно некорректно. Норита-экспресс – это, если не наслаждение, то приятное времяпрепровождение точно. И вот закрутилась, завертелась наша кора. Кора понеслась со скоростью суперсовременного экспресса прямиком в самое сердце столицы. В город древних парков и небоскребов, крохотных закусочных и огромных ресторанов. Город храмов и ночных клубов – город мечты. Токио. Да, вот мы где-то сейчас проедем до станции Токио Стэйшон. Это один из самых больших. В гостинице, наскоро пощелкав кнопками телевизор и убедившись в том, что японское телевидение – это отдельная песня, и вечером нам будет что посмотреть, мы выходим на улицы вечернего города. Вечер опускается на город очень быстро. Темнеет уже в 4 часа и словно кто-то щелкает выключателями, одновременно гася дневной свет и включая сотни тысяч неоновых огней. Ночной Токио – это тоже отдельный разговор. Токио – город удивительный и уникальный. Наше путешествие в поисках Кору-Кору привело нас на ночные улицы этого замечательного города. Посмотрите, как здесь многолюдно. Несмотря на это, все люди улыбаются, и мы не видим никакой полиции. И на этих ночных улицах ночного Токио мы встречаем людей, которые неравнодушны в Будо. Мне нравится Кёкушин Кайкан. Да, действительно, вы знаете, когда мы встречаемся все вместе внизу в гостинице, в рецепшн, ощущение, что это большая семья. Да, я никогда еще раньше подобного не видел, очень здорово. 190 человек здесь собралось, представляете? Да, дух Будо здесь живет, и с каждым днем мы становимся все сильнее, и мы чувствуем это. Спасибо, ребята! Действительно, в эти дни в Токио проходил чемпионат мира по Кёкушин – каратэ-до. Снимать сам чемпионат было нельзя, но кое-какие кадры с телевизора мы все-таки ухватили. Но мы находимся под землей. Дело в том, что это подземные переходы, это целый город в Токио. Здесь тысячи людей, а время, между прочим, 12 часов ночи, и все куда-то спешат. Ну, всех свалим. Вот это тоже было у Купора. Они сказали, что они очень заняты, они кубарем или кубарком куда-то бегут и спешат. Не могли бы вы объяснить нам, что такое японское Кокуру? Кокуру, что это такое? Объясните! Почему-то все молодые японцы, у которых мы спрашивали, что такое японское Кокуру, начинали как-то странно подвывать, поднимать в небо глаза, смущаться, как будто бы мы у них спрашивали что-то неприличное. Ну, объясните, что такое Кокуру? Так хочется узнать. Это сердце? А, сердце. Но это же не только сердце, ведь что-то ведь еще? Вот в вашей культуре, например, в культуре японского народа, что значит Кокуру? Кокуру. Это важно для вас? Это дух самурая. Вот что такое у Кокуру. Кокуру – это дух самурая. Самурай-спирит, сказали нам настоящие современные японцы. Ну что ж, будем надеяться, что нам еще предстоит встреча с самураями. А пока время 2 часа ночи, и наше Кокуру – колесо, флюгер, карусель событий – катится в район Цукидзи, где нам предстоит стать свидетелями весьма любопытного зрелища. Обратите внимание на количество такси в ночном городе. Людей на улице ни души таксистов моря. Тут и ежу понятно, что ну не найдут они столько пассажиров. Стояли бы себе, как наши у метро, и сшибали бы денежки загулявших горожан. А нет. Вон их сколько баражируют по всем улицам. А все для того, чтобы человеку удобно было. Мало ли что, всякое бывает. Ну, может, перебрал слегка. А тут тебе, будьте любезны, куда изволите. Итак, мы в районе Цукидзи. Здесь уже больше 80 лет находится рыбный рынок. Территория огромная и не подается никакому сравнению, ибо ничего подобного нигде в мире вы больше не увидите. Каждое утро, подобно синтаистскому или буддийскому ритуалу, здесь происходит одно и то же действие. Начиная с 3 часов утра сюда стекаются дары японского Нептуна. Продавцы моют прилавки, готовят лед, раскладывают товар во всей его краси. Бог мой, чего здесь только нет. Свежайшая, только что выловленная рыба. Возмущающиеся и недумевающие суетливые угри. Сердитые огромные крабы. И хранящие абсолютное спокойствие ввиду полного отсутствия мозгов, моллюски, креветки и прочая-прочая морская живность. Все это копошится, извивается, щелкает клещнями, бьет плавниками, булькает и пускает пузыри. Причем все это богатство морских пучин буквально несколько часов назад преспокойно пускало пузыри в родной стихии и не подозревало о том, что скоро придется завершить свой жизненный путь во благо живота или хара среднестатистического японца. Японцы каждый день, каждый час, каждую секунду в своей жизни живут морем. Они полностью зависят от него. Это их жизнь, это их душа, это их бизнес. Здесь на рынке как раз и видно то, что идет в пищу. В пищу идет буквально все. От огромных тунцов до того, чему мы даже название не знаем. Вот такая замечательная вещь. Мы с Николаем первые посетители этого рынка. Мы становимся свидетелями, как это огромная территория, которая располагается на многих тысячах метров, заполняется рыбными продуктами. Буквально через несколько минут все здесь будет заполнено покупателями. Но уже через несколько часов все с метод прилавком и здесь ничего не будет.